Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск. Обзор острых комментариев про Олю Рапунцель, Сашу Задойнова, Сашу Гозиас и просемейную пару Игоря Селой Трегубенко. Пользователь под ником Осенька считает, что у Рапунцель обострение. Вот что он пишет. Вот и осень пришла, вместе с ней и обострение у бренда. Я звезда, я бренд, мы гуляли с Димой на Красной площади. Туристы приезжают в Москву, они все видят меня и бегут ко мне. Рапунцель, Рапунцель! И распахнув крылья, побежала по всей кухне, изображая, как туристы, снося друг друга, бегут к ней. Димочка на свою придурковатую смотрел с тоской, потом не выдержал и рявкнул. Оля, угомони талант. Ага, сейчас, дурилку несло. Я бриллиант, я кумир людей, они мной гордятся. В общем, думаю, так пишет Осенька. Лечить и срочно. А я верю, отвечает Осеньке другой пользователь. Таких дебильных фанатов на самом деле полно. Увидят лицо из телека и готовы на все. Пользователь под ником Али считает, что Саша Задойнов на проекте уже не найдет себе пару. Вот что пишет пользователь. Я вот не понимаю, кому на новом участке Дом-2 нужен Задойнов. Все знают, что это человек самых низких моральных и интеллектуальных качеств. Он ворует, многократно ворвал деньги с карт своих же друзей. Наплодил двоих детей, которых не в состоянии содержать. Не работает до сих пор. Кому он нужен и для чего? Чтобы он сделал еще детей и не мог их содержать? Валялся дома и не работал? Уважаемые организаторы, ну найдите на остров достойного человека, чтобы хоть смотреть было интересно. Другие зрители отвечают, достойные целеустремленные ребята туда уже не идут, им стрёмно. Поэтому берут всякий отстой. Пользователь под именем Велес считает, что Саша Гозиас оказалась никудышней матерью. Вот что пишет Велес. Гозиас потешная все же. Я, говорит, мать одиночка, хотя и не одиночка, отец у ребенка есть в наличии. Вспоминает о том, что она мать только тогда, когда ей выгодно. В остальное время она то девочка, то пацан реальный, то еще кто-то. После победы в конкурсе Тролль года Гозиас сказала, что потратит деньги на отдых своей матери и дочери. Я думаю, о, хороший поступок. Оказывается, она сама же в отпуск собирается на отдых. И я так понимаю, что ребенок в ее планы никак не входит. Она поедет либо с парнем своим, либо, как она выражается, с девками. Нормальная такая мамаша, на мать свалила ребенка и отдыхать хочет. Видать, с ног валится от усталости, бедолага. Пользователь под ником Римма считает, что в паре Игоря и Эллы Трегубенко нет искренних отношений, что это фикция. Хочу выставить обвинение Элли Трегубенко за ее пассивное участие в своей собственной семейной жизни. Эта дамочка готова как свинья перекопаться в чужом грязном белье, а своего прыща на носу в виде проблемы в семье не замечает. Очевидно, что она злая, завистливая, живет и питается как вампир чужими размолвками, пример бобрики. И при этом она не занимается своим мужем. Уверяю всех, что любая счастливая семья никогда не полезет в чужие разборки. Им просто будет не до этого. Они не могут надышаться друг другом. Этого не скажешь об Элле. Элла выставляет свои свадебные фотки и даже на них видно, что жених и невеста стараются быть подальше друг от друга. Ваша пара – сплошная фикция, позор. Это мнение поддерживают и другие зрители. Да, особой любовью там и не пахнет, нежности они вообще друг к другу не проявляют. А если целуются в эфире и на фотографиях, то как-то неестественно, наигранно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.